Мы с вами первичное знакомство с белками закончили. И мне бы хотелось, чтобы у вас к этому моменту возникло самое главное понимание. Чтобы система получила абсолютно все свойства жизни. Помните самое первое занятие, да? Вы выписывали список признаков живого. Помните эти ваши списки? Да, да. А можете их открыть? Все указанные свойства, вами указанные свойства живого, на самом деле сводятся к активности какой группы веществ? Белковь. Каня. Конечно. И движение. И контроль за веществами, которые попадают в тело и выбрасываются из тела. И дыхание, и питание, и размножение. Все эти особенности, которые присущи живому организму, на самом деле это реализация тех или иных задач двуховых морков. Во всяком случае, с их несомненным участием. В школе вы будете изучать такую классическую школьную химию. А есть еще изысканный предмет, который изучается уже в специальных вузах. Биохимия. Ну а чем школьная химия отличается от биохимии? От химии биологических соединений. В каждой фигуре. Что, в биохимии у аф-флор одни свойства, а в школьной химии у аф-флор другие свойства. Может, более точно, в биохимии у аф-флор? Нет, нет, нет. Вот у вас есть два лабораторных стола. Вон там стоит лабораторный стол, где проводится моделирование химических процессов классической химии. А вот здесь стоит лабораторный стол, где работает биохимик. И у него там тоже что-то моделируется из событий, которые происходят в клетке. В чем принципиальная разница? Потому что изучают химические свойства клеток. Так и стандартным методом можно изучать химические свойства клеток. В чем отличие процессов, которые происходят в живой клетке, от тех процессов, которые, как правило, происходят в колбе, в какой-нибудь химической установке? Вот, видите, и все, понятно. Ну, а уж там, где аф-фимии, ну, что делать? Там, ну, как, химия, но в живом организме. Отлично. Так вот, Вася, в чем отличие химических процессов, идущих в живом организме, от процессов, которые идут, там, я не знаю, как в лесу? Наличие какого? Какого группа белков? Ферментов. Ферментов. Они все упаянят. Ферментов, конечно. Дело в том, что все процессы в живой системе находятся под контролем белков-ферментов. Именно управляя белками-ферментами, можно получить не просто кучу разных химических реакций, а выделить необходимые последствия. Контролировать концентрацию веществ. Ну, какая-то реакция дошла до концентрации продукта определенной величины. А дальше? А дальше надо выключить эту реакцию. Помните, была такая у братьев Грин, сказочка про горшочек, который умел варить кашу. Если сказать правильные слова, горшочек начинал варить кашу. В этот момент мужик страшно обрадовался и решил, что вот, давайте он себе кашу сварит. Включил горшочек с закринанием, и горшочек пошел варить кашу. Чем дело выучилось? А он заходил, заходил выключать. А дело в том, что, если вы умеете что-то включать, надо обязательно что еще уметь делать? Выключать надо. Хорошо. В клетке надо получить некоторое вещество. Активирован определенный фермент, который строит это вещество. Все чудесно. Все, уже построил. Дальше. Выключить его. А дальше надо выключить. Можно ли выключить молекулу сермин кислотой? Нет. Совершенно исключено. Как бы ее выключать? Неорганические молекулы, если уж умеют какие-то свойства, они их иноуне имеют. А сермин, как и любой белок, это молекулы с отключением. Как общим словами назвать метод активации и деактивации любого белка? Перевода из одного состояния в другую. Что для этого надо сделать? Подать инвестиции. Воздействовать извне, поменять параметры внешней среды. Каждый белок сохраняет активность, физиологическую, только при определенной композиции условий. Поменял композицию условий, все, поменял композацию, свойство поменялось.